Добрый день, друзья! Королева осени, конечно же, тыква! Сегодня я к вам с новым рецептом тыквенного пирога. Готовится буквально с закрытыми глазами и просто тает во рту. Здесь у меня 800 грамм тыквы. Самое сложное в этом рецепте – натереть тыкву на мелкой терке. Я использую миксер со специальной насадкой. Теперь сюда натираем цедру одного лимона. Также нам понадобится с лимона и сок. Вместо лимона можно взять апельсин или два мандарина. Получается пирог с ярко выраженным цитрусовым вкусом и ароматом. Очень-очень вкусно! Далее в тыкву добавляем стакан сахара. Стакан у меня на 200 грамм. И выливаем сок одного лимона. Все хорошо перемешиваем и пока отставляем в сторону. Тыква пустит сок и сахар начнет растворяться. А пока займемся приготовлением теста, а точнее крошки, так как пирог у нас будет насыпной. В миске смешиваем стакан просеянной муки, стакан манки и стакан сахара. Повторюсь, что стаканы у меня на 200 грамм. Добавляем щепотку соли и перемешиваем до однородного состояния. Затем добавляем 200 грамм холодного сливочного масла. И перетираем все руками до состояния крошки. Для удобства я масло нарезаю на маленькие кусочки. Пирог выпекаем в форме на 20 сантиметров. Желательно брать разъемную, чтобы пирог легко можно было потом достать из формы. Если нет такой формы, можно взять кольцо. Дно застилаем бумагой для выпечки. Сухую смесь делим на три равные части и пересыпаем третью часть крошки в форму. Ложкой разравниваем поверхность и слегка утрамбовываем. Теперь на крошку выкладываем половину тыквенной начинки. Образовавшегося сока не пугайтесь. За счет того, что в тесте есть манка, она набухнет и впитает всю влагу. Пирог не будет очень мокрым, он получается в меру влажный. Далее распределяем вторую часть теста. Также слегка утрамбовываем ложкой и выкладываем оставшуюся начинку. В итоге у нас получается два слоя начинки и три слоя теста. Высыпаем последнюю крошку на тыкву и полностью закрываем ее мучной смесью. Сок из формы может немного вытечь, ничего страшного. Берем форму с бортиком, как у меня, либо ставим форму на противень. Отправляем пирог выпекаться в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут. Мой пирог выпекался ровно 40 минут. Достаем его из духовки и даем остыть прямо в форме. Только полностью остывший пирог можно доставать из формы. Аккуратно отделяем его от стенок формы и снимаем боковую панель. Пирог получается красивый, яркий и безумно ароматный. Я готовила его к семейному чаепитию, когда к нам в гости приезжали родители. Ни мама, ни папа сами не догадались, что же это за начинка. А не предположили, что это морковь. Тыква в пироге совершенно не чувствуется. Он сочный и с ярко выраженным вкусом цитрусовых. По желанию в начинку можно добавить пряные специи. Корицу, мускатный орех и имбирь. Пробуйте, я уверена, что вам пирог тоже понравится. И вы будете готовить и удивлять родных не один раз. Если остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я обязательно отвечу. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!